Смотришь летсплей на YouTube, потому что твой собственный комп не тянет? Хочешь нормально играть в GTA 5, Fallout 4, Doom или Far Cry, но твой примус не для этого? Можно копить на игровой комп и вкладываться в него с завидной регулярностью. Можно присматривать консоли и переплачивать затем за игры. А можно играть прямо сегодня, оформив подписку на облачный игровой сервис PlayKey. PlayKey позволит запускать крутые игры без скачивания и установки на любом компьютере с нормальным доступом в интернет. GTA 5 запускается на мощных серверах PlayKey, а на твой комп приходит видео, которым можно управлять в реальном времени. Играть в облаке так же легко, как и смотреть это видео на YouTube. PlayKey. Крутые игры на любом компьютере. Всем привет, я Вика и ты смотришь шоу Академии порядочных парней. У геймеров всегда больше одной жизни в запасе. Именно благодаря играм многие люди кардинально меняют свою жизнь к лучшему. А кому-то и вовсе удается спасти свою жизнь или жизнь других людей. Поэтому сегодня ты узнаешь о 10 случаях, когда компьютерные игры спасли чью-то жизнь или сделали людей счастливыми. Поехали! У Боба Чамберса из США мышечная дистрофия. Из-за своей болезни он сильно ограничен в движениях и не может жить как обычный человек. И да, он зависит от компьютерных игр. Однажды во время онлайн игры на кухне загорелся тостер и бедный Боб не мог потушить пожар или воспользоваться телефоном. Все, что он мог себе позволить при своей инвалидности, это протянуть руки клавиатуре и напечатать «Помогите мне, мой дом находится в огне и я не могу выйти». Играйки тут же вызвали пожарных и Боб был спасен. И кстати, жена Боба... Да, в Америке нормально выбирать человека не по внешности и состоянию здоровья, а по другим критериям. Так вот, жена Боба, которая раньше презирала игровую одержимость своего мужа, пересмотрела позицию. По ее словам, она раньше ненавидела его, потому что Боб не обращал на нее внимания. А теперь она вынуждена прикусить свой язык, потому что это спасло ему жизнь. Еще один забавный случай произошел в США. Одновременно ужасная и смешная ситуация. Во время игры в Fallout 4 геймер разбил автомобиль в его же доме. Американец Паконика играл на Xbox One в последнюю часть культовой серии, в то время как неожиданно в его квартиру въехал автомобиль Hyundai Solaris, при этом разрушив стены его дома. А поклонник игры сильно повредил позвоночник и сломал левую ногу. Сам мужчина утверждает, что геймерское кресло просто спасло его от верной гибели. Кресло приняло удар на себя и отбросило его в сторону, благодаря чему он не попал под колеса автомобиля. Как оказалось, виновницей аварии стала женщина, перепутавшая педали газа и тормоза при выезде с парковки. Ну в принципе это норм, тема девушки так часто делают. При этом дама ездила без страховки и не смогла полностью возместить ущерб пострадавшему. Однако друзья по играм, узнав о беде незадачливого геймера, организовали сбор денег на ремонт дома и лечение потерпевшего, собрав в итоге более 6 тысяч долларов. Мало кто знает, но игра World of Warcraft спасла жизнь Роберту Козинске. Все началось с того, что он принял участие в съемках сериала «Жители Ист-Энда», в котором сыграл неприятного персонажа Шона Слейтера. После выхода шоу на экранах телевизора с актером начали происходить крайне неприятные события. Прохожие то и дело кидали с него камнями и били его по голове. Да, некоторые люди считали, что в реальности Роберт ведет себя так же, как и Шон. Актер не мог выдержать психологического давления и тогда он открыл для себя World of Warcraft. И по 18 часов в день начал просиживать за ней, питаясь китайским фастфудом. Со временем, благодаря общению с другими людьми в игре, ему удалось вернуть уверенность в собственных силах. Хотя и прошло 2 года, и он потолстел примерно на 20 килограмм. Сейчас у Роберта дела идут просто отлично. Он вернулся к работе на телевидении и в кино. Нашел отличную девушку и живет в Лос-Анджелесе. Также актер отметил, что он никогда не был счастлив больше, чем в те дни, когда был толстым, так как никто от него ничего не ждал, и он просто играл в видеоигры. Следующая история о 10-летнем мальчике, которому увлечение играми помогло спасти жизнь аж троих людей. Увлечение видеоиграми спасло жизнь трех людей. 10-летний Гриффин Сандер с его 4-летним братиком ехали в автомобиле, которым управляла их до ужаса старая прабабушка. Да, в Америке норма, что пенсионеры водят автомобиль. У нас, конечно, такого не встретишь. Так вот, неожиданно пожилая дама рухнула в обморок прямо за рулем, а ее нога продолжала сжимать педаль газа. Все могло бы закончиться очень и очень грустно. Однако, 10-летний Супермен не растерялся, схватил руль и увел машину со встречной полосы. От резкого маневра нога прабабушки упала с педали газа, и автомобиль постепенно остановился. Как оказалось, Гриффин давно наблюдал за бабушкой и мысленно уже научился управлять автомобилем. Но самое главное, мальчик увлекся серией аркадных гонок Mario Kart, которые помогли ему приобрести минимальные навыки управления машиной. Их оказалось более чем достаточно для того, чтобы спасти как минимум три жизни. Похожая история произошла в Ирландии. 11-летний Чарли Каллен спас жизнь своего деда, когда тот потерял сознание, управляя автомобилем. Чарли поведал непростую историю. Когда он возвращался домой со своим дедом на автомобиле, в какой-то момент Финн потерял сознание, продолжая давить на педаль газа. Машина начала съезжать в канаву, но Чарли схватил рулевое колесо и аккуратно вывернул автомобиль на дорогу. Удерживая руль одной рукой, мальчик пытался второй растормошить и привести в сознание деда. По пути им встретилось несколько автомобилей, но Чарли удалось увезти машину с оживленной трассы. В конечном итоге мальчик не сумел справиться с управлением, и автомобиль врезался в стену неподалеку от дома деда и бабушки. Чарли ушився головой, а после осмотра у медиков оказалось, что он повредил череп. Однако он сумел вытащить из машины истекающего кровью деда, наконец разбудить его и добраться с ним до дома. Связь с GTA, как может показаться с первого взгляда, определить сложно. Однако, по словам мальчика, свои первичные навыки вождения он получил именно из игры упомянутой серии. Вот так вот, ребят. GTA спасает жизни. А вот 12-летнему норвежцу Гансу Ольсену удалось спастись самому и спасти жизнь сестры, используя навыки персонажа класса охотник из World of Warcraft. Достигший 30-го уровня герой мог изучить хитрую уловку, в соответствии с которой он притворялся мертвым и его не трогали враги. Использовать это знание пришлось, когда Ганс вместе с сестрой, прогуливаясь по лесу, наткнулись на лося, который был явно не рад встрече. Мальчик не растерялся, замахал руками, закричал, привлек внимание животного и бросился в сторону. Лось поскакал за ним, и когда пришла пора нападать мальчику увесистыми рогами, последний упал на землю и притворился мертвым. К счастью, лось попался благородный и не стал измываться над трупом. По факту этой истории есть мнение, что счастливые родители должны были купить сыну минимум годовую подписку на World of Warcraft. Еще одна удивительная история с World of Warcraft. На этот раз игра не просто спасла жизнь, но и помогла американцу Роберту Хохману основать стартап и стать миллиардером. И да, бизнесмена абсолютно не стесняется того, что он заядлый геймер. Все началось с того, что парнишка уволился с нелюбимой работы с поста директора. Между прочим, тупо ради того, чтобы целый год играть в WoW. Как говорит сам Роберт, целый год я играл без остановки в WoW и достиг максимально высокого уровня игры. Ну а когда Хохман достиг этого самого максимального уровня, на следующий день он основал свою компанию по поиску работы в Америке. Американец поведал, что благодаря игре он узнал, что онлайн-комьюнити сильно отличается от реального. Существует пространственно-временной сдвиг между онлайном и реальностью. В реальности люди живут по устоявшимся законам места и времени, но в интернете нет ни первого, ни второго. Там жизнь кипит в любое время суток и приходит из любой точки мира. Фанаты Team Fortress 2 коллективными действиями смогли спасти жизнь ребенку. Один из любителей шутера рассказал историю о том, как его товарищи по игре помогли спасти жизнь его сыну. Немногим после ужасных новостей от врачей Steam Workshop вышла его карта под названием PL Swift War, которая вошла в состав обновления Meet Your Match. По программе MIPS там все игроки-шутеры, которые хотели поддержать работу автора, могли приобрести особую шляпу с забавным эффектом разлетающихся частиц, активирующимся только на этой карте. Благодаря собранным таким образом средствам, ему удалось сохранить и здоровье сына, и дом. А вы знали, что компьютерные игры зачастую помогают выйти из депрессии, а людям с ограниченными возможностями начать жить полной жизнью? Если 23 года назад 28-летнему Кену Уоррлу кто-нибудь сказал, что компьютерные игры однажды спасут ему жизнь, он бы рассмеялся. С какой, кстати, активному молодому человеку в самом рассвете сил думать о компьютерных игрушках? Но все изменилось одним роковым днем 1994 года, когда Кен стал жертвой несчастного случая на стройке. Плохо закрепленная труба сорвалась, пролетела пять этажей и ударила канадца по затылку, вдребезги разбив его каску, а вместе с ней мечты и планы на будущее. Парня парализовала на всю жизнь. И неудивительно, что тот просто умолял своего отца, чтобы тот отключил все аппараты жизнеобеспечения. Канадец просто мечтал отправиться на тот свет и избавиться от мучений. Средство от депрессии принесла сотрудница Ванкуверского реабилитационного центра. Кен, вот сюрприз, который, возможно, улучшит вашу жизнь. Это новая компьютерная игра Diablo. Новость Уоррла обрадовала и озадачила. Классно, я люблю мечи, магию и все такое. Но как я буду играть без рук? В итоге, руки и не понадобились. Революционный манипулятор Джоус, с которым познакомился Кен, предназначался для рта и работал по принципу всасывания и выдувания воздуха. Вместо стандартной компьютерной мышки Мунштук, который нужно перемещать языком и зубами. Вместо клацаний по левой и правой кнопке мыши вдох и выдох через тот же Мунштук. И теперь Канадец служит примером человека с ограниченными возможностями, который нашел вкус к жизни. И за его трансляциями в Твиче теперь наблюдают более полумиллиона зрителей. В США, благодаря навыкам, полученным в игре Америка с армией, молодой человек по имени Пакстон Гальваник при страшном столкновении двух автомобилей смог оперативно оказать первую помощь пострадавшим. Как только он увидел ДТП, он тут же выбежал, вытаскивая из джипа первого пострадавшего, который, кстати, лишился двух пальцев на руке. Пакстону удалось остановить хлеставшую кровь. Он тут же нашел какое-то полотенце и, перевязав рану с обильным кровотечением, попросил пассажира поднять руку вверх, чтобы кровь перестала идти. К слову, это не первый раз, когда игра Америка с армией помогает в подобной ситуации. Навыки, полученные из этой игры, постоянно пригождаются геймерам по всему миру. На этом все. Если вам понравилось видео, не забывайте поставить пальцы вверх. Также пиши в комментарии, какая игра тебе нравится больше всего и как конкретно на тебя повлияли компьютерные игры. Самые интересные истории и комментарии попадут в следующий выпуск. Спасибо за просмотр. С вами была Вика, увидимся в следующих видео. Пока!